На обрывистом левом берегу широкой полноводной Волги издалека виднеются силуэты белокаменных руин. Это остатки древнего города Великие Булгары. Своё название он получил от тюркского народа булгар, предков современных татар и чуваш, которые жили в 8-14 веках на Средней Волге и Нижней Каме в государстве Волжская Булгария. Столицей этого государства на протяжении нескольких веков и являлся Булгар или, согласно древнерусским летописям, Великие Булгары. Современный город Булгар связан также своими корнями с небольшим уездным городом Спасском, который находился в устье реки Бездны. Он ничем особенным не отличался от подобных ему городков по Волжии. Здесь жили успешно торгующие купцы, состоятельные помещики, служащие, мещане и немногочисленная интеллигенция. Главным занятием простых жителей было хлебопашество и работа на пристале. В 1935 году город Спасск был переименован в город Куйбышев. В 50-е годы 20-го столетия в связи со строительством Куйбышевского водохранилища и гидроэлектростанции город был перенесен из затопляемой зоны. Переселение началось в 1953 году. Новый Куйбышев разместился в живописной местности на берегу залива, около села Волгары. Это старинное русское село расположено на городище бывшей столицы Волжской Булгарии. В 90-е годы 20-го века на карту страны стали возвращаться прежние названия населенных пунктов, и Куйбышевский район был переименован в Спасский, а город получил название Болгар, как когда-то называлась древняя столица волжских Булгар. На сегодняшний день население Спасского района составляет около 22 тысяч человек, в том числе городского более 9 тысяч. ПЕСНЯ На зеленом взгорке у опушки леса, Глядя куполами в небеса, Храм стоит, как Витязь, Страждущих надежда, Звоном разбавляя птичьи голоса. Дождь идет, Или солнце согревает землю, Мысль о встрече с Богом Ясна и чиста, По тропинке узкой Поспешают люди К роднику спасения. Можно ли без Христа? Под кануна чтенья Потеплеет сердце, И пройдут обиды, Отойдет тоска. Авраамий верно просит у престола, Чтоб спаслась смиреньем Каждая душа. Храм стоит на взбоке У берез кудрявых, Чистым перезвоном Всех к себе манит. Здесь спаситель мира, Ты ему доверься, Он твои страдания Примет, исцелит. Небольшая аккуратная церковь В стиле классической деревянной архитектуры С маковками куполов Довольно неожиданно возникает С левой стороны дороги, Едва въезжаешь в город Болгар. Проехать мимо невозможно, Так и хочется заглянуть внутрь. Это свято-авраамевская церковь. Она появилась здесь 20 лет назад, При довольно интересных обстоятельствах. В непростые и весьма жесткие С высоты нынешнего времени Восьмидесятые годы, Когда еще существовал Советский Союз, И у власти стояла коммунистическая партия, Сам факт открытия церкви Воспринимался как неординарное явление. Отношение к религии в ту пору было известное. Это опиум для народа. Тем не менее, Жители Куйбышевского района Добились открытия православного храма. А на всю округу в ту пору Существовал лишь небольшой молитвенный дом В поселке Ржавец. Сейчас в Пасском районе Девять действующих церквей На семнадцать тысяч православных. Плотность храмов на душу населения В нашем районе Наибольшая по России. Разрешение на открытие храма Получили с трудом. Территорию выделили за городом На въезде у православного кладбища. Сначала же богослужения Проходили в молитвенном доме. Шел 1988 год. Год тысячелетия крещения Руси. Храм решили не строить заново, А перенести села Порфировки, Что в пятнадцати километрах от Болгара. Село умирало, И деревянная церковь, Которая более ста лет Создана по проекту Казанского архитектора Малиновского В традициях сельского деревянного зодчества, Давно стояла в состоянии Мерзости запустения. По благословению казанского Епископа Анастасия, Храм Святой Троицы Из села Порфировки Был перевезен в город Болгар. Дом Божий возрождался исключительно На пожертвовании простого православного Люда Под руководством настоятеля Отца Владимира Головина. Божий храм Мы строили С большой радостью. Сначала мы служили Молиной Думу, Куда нам пришло разрешение Привезти церковь. Мы все согласно Пошли на помощь церкви. Сначала мы освятили место, Где будет стоять Божий храм. Потом стали потихоньку Перевозить это все Нужно, что оттуда церковь. Мы пробивались сначала. Потом ее поставили На свое место, на фундамент. Там много было Очень таких трудов хозяйственных. Большая забота, большая батюшка. А нам что, приди, мы сделали. Вот так и живем в нашей церкви. Самая радость нам теперь. Некоторые детали храма Пришли с годами в негодность. А также требования времени Изменили первоначальный облик здания. В сегодняшнем варианте Однопрестольный храм Имеет пятиглавое завершение. Посвящен по благословению Правящего архиерея Мученику Авраамию, Болгарскому чудотворцу. 2 августа 1989 года В День памяти пророка Ильи В храме состоялась Первая литургия. У каждого православного Человека есть, наверное, есть Приходится с этим сталкиваться Любимый храм, Любимая церковь, Которая к душе, к сердцу. Господь подобил так Вот нас жительствовать, В Болгаре мы живем, Что у нас было долгое время, Когда открылась одна церковь. Сейчас есть вторая, Молитиндом, Но была одна. И это вот церковь Не приходилось выбирать Любимой, нелюбимой, Но стала любимой. Тем более Господь Сподобил в этой церкви служить. Эта церковь стала В какой-то степени Моей церковью. И все, что с ней связано, Поэтому, конечно, И лично дорого. Хотя дорого И каждому православному болгарцу, И теперь же не только болгарцу, Каждому члену Свято-Авраминской церковной семьи. Я глубоко убежден, Что у нас церковь особенная. Так, наверное, Можно сказать про каждую церковь. Любой храм особенный. Особенно потому, Что он не похож на что земное. Он является сосудом Святого Духа, Присутствием Христовым. Местом собрания Верного Господа Ему народа. Но для нас, Наша церковь по-особому дорогам. С началом так называемых реформ 90-х годов И развалом страны, Экономики, Общим падением уровня жизни Строительство шло очень тяжело. Тем не менее, За это время многое сделано. Расписан иконостас И потолок храма. Алтарь. Обустроена рака Для мощей мученика Авраами. Подведен водопровод, Газ, Телефон. Возведены пристрои колокольни. Территория храма Ограждена и заасфальтирована. Сооружены погребальные часовни, Трапезная просфорня. В настоящее время, По благословению правящего архиерея, Строятся кельи для женской монашеской общины, А также пристрои храма, В которых будут располагаться Помещения, крестильни, Ризницы, Административная и для занятий воскресной школы. В планах будущего Строительство духовно-просветительского корпуса, Здание церковно-приходской школы, Воскресной школы, Редакции приходской газеты и прочее. С этим именем нынешний Волгар связан с древнейших времен, Еще с 13 века. Это один из 13 домонгольских святых русской церкви, Канонизированный задолго до собора 1547 года, Что указывает на то, Сколь важно представлялся его подвиг для нашей церкви. Сведений о его жизни очень мало, Несколько скупых слов летописца, Вот и все, чем мы располагаем. Этот богатый и знатный купец Жил в конце XII-начале XIII веков В столице Волжской Булгарии, Великих Булгарах. Жизнь этого человека сильно отличалась От жизни многих его земляков и соплеменников. Был он человеком необыкновенно сострадательным, Милостивым, бедствующим. Тратил свои богатства на нужды страждущих, Посещая русские города, Он глубоко заинтересовался христианской верой, Принял крещение и евангельским словом, А главное, христианским образом жизни, Нес апостольскую проповедь среди своего народа. Душа его, горевшая любовью к Богу и к ближнему, Не могла спокойно наблюдать духовную гибель соплеменников. И как-то раз он прямо на городской базарной площади Стал призывать их к познанию истинного Бога. Такое поведение знатного и богатого гражданина Сначала вызвало недоумение у слушавших, Затем последовали увещевания, уговоры, Дали угрозы, за которыми уже пошли побои, Били, Авраамия, всем миром. Били так жестоко, что на теле мученика Не осталось ни одного неповрежденного места. Пытались заставить замолчать, Отречься от Христа, Но все было тщетно. Тогда его отвели за город И недалеко от берега Волги Сначала четвертовали, а затем обезглавили. Так, 1 апреля 1229 года С исповеданием истинной веры на устах Отошел к небесному царю Этот простой и искренний человек Божий. Господь вскоре наказал жителей великих Волгар За кровь своего угодника страшным пожаром. Авраамия похоронили на православном кладбище в Волгаре. При гробе очень скоро начались знамения, Послужившие поводом к почитанию святого, Слух о которых скоро распространился По всей православной Руси. В 1230 году К благоверному владимирскому князю Георгию Явились послы от волжских булгар Просить мира После шестилетней войны с Русью. Святой благоверный Георгий Согласился на их желание И едва заключен был мир, Послал в Булгары посольство Для выкупа мощей Нового мученика Христова. 9 марта 1230 года Его мощи были выкуплены у булгар И перенесены во Владимир, В княгинин монастырь, Где и поныне хранится Уцелевшая частица. Незадолго до революции В село Булгары Были переданы древний образ святого С частицей его мощей И старая деревянная рака. Эти святыни были утеряны В период безбожного лихолетия. Сохранилась лишь фаланга Перста правой руки, В безбожное время Сберегавшейся с благоговением Жителями города по домам. Раба Божия Анастасия Кулагина Последняя хранительница святыни Рассказывала, Что когда у нее дома Открыли ковчежец, В котором хранились мощи, Дом наполнился дивным благогуханием. Частица мощей была передана В Свято-Авраминскую церковь Болгара В октябре 1988 года По просьбе настоятеля храма Протерея Владимира Головина. Сейчас она хранится в храме И весьма почитается всеми православными. Господь прославил своего угодника Многими чудесами, Происходившими по его молитвам У святых мощей. Было замечено, Что мученик обладает Особой благодатной силой Предстательствовать перед Богом О больных детях. Сохранились записи Об исцелении слепых. В наше время угодник Божий Являет себя новыми чудотворениями, Помогая в устроении супружеской жизни И рождении детей. Милость и лоприявшиеся И немалые моления наши О моли, царя, царствующих И Господа, господствующих Приезда Бога нашего. И славитесь за всякие скорби И нужды жизни сей И мучений вечных По скончаниям наших. Святой Аврааме принял страдальческий венец, Обогрив своей кровью землю колодца, От воды которого начали происходить исцеления. Местное предание говорит о том, Что первым человеком, Получившим исцеление, Была мусульба. После присоединения Казанского края К Москве, Приоанне Грозном, Недалеко от места страданий мученика, Был устроен монастырь. На самом же месте подвига святого, Над целебным источником, Был сооружен памятник часовни, В виде четырехгранного столпа, На всех сторонах которого помещались иконы. Богоборческая власть не пощадила памяти святого, И в Болгарах часовня у колодца была разрушена, А сам колодец осквернен. Но и после этого на святом месте Били три источника. Православные же, Ежегодно в четвертое воскресенье по Пасхе, На перенесение мощей мученика в раме, Собирались, молились, Пели акафисты, А дома у кого-нибудь из верующих Устраивали поминальную трапезу любви, По примеру древних христиан. Милостью Божией осенью 1995 года Эта часовня с колодцем была отстроена заново и освящена. В воскресенье день, Просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха, О, святый Бог жизни, От земли к небеси, Кресту от Бог нас, Привите победное, Поющие. С 1989 года ежегодно в четвертое воскресенье по Пасхе, Это неделя о расслабленном, Совершается крестный ход От Свято-Аврамевской церкви К святому месту, Находящемуся в пяти километрах, Со служением водосвятного молебна И чтением акафиста. Этот день является престольным праздником. На торжество приезжают паломники С соседних районов, Казани, Ульяновска, Димитровграда, Тольятти, Москвы и других мест. От воды колодца известны случаи исцеления болящих Как среди местных жителей, Так и среди приезжающих. В настоящее время, Редкое воскресенье или праздник, Здесь нет молитвенников. Святым Ученичем наш Павраме, Ищи честная страдания Твоя, Я же за Христа претерпел, Если... С 2000 года в Свято-Авраминском храме Началось нерукотворное обновление икон, Благоухание от них и мироточение. Эти проявления присутствия Святого Духа Не прекращаются и по сей день. С необыкновенным душевным подъемом Верующие наблюдали нерукотворное самообновление Креста Господня, Которое началось на крестопоклонной неделе Великого Поста в 2000 году. Крест обновлялся снизу вверх. Набедренная повязка на теле Господа Была темная, без рисунка, И вдруг медь на ней посветлела, Появился яркий узорчатый рисунок. У распятого Господа посветлел лоб, Стали яркими капли крови, Стекавшие из-под тернового венца. Накануне Благовещения, 6 апреля 2000 года, Все иконы в храме, Особенно на иконостасе и висящей по стенам, Преобразились, Неожиданно засияли яркими красками. Особенно выделилась большая икона Вознесения. Она вся как бы затеплилась огоньком изнутри, Хотя недавно невозможно было определить Даже ее название. Потемневшая от времени, С неразборчивым сюжетом, Она явила всю палитру цвета, Ярко засветились лики святых. Стали видны даже мелкие детали, Ремни сандалий на ногах, Камушки на земле. Обновились и другие иконы, Живоносный источник, Преображение Господне, Крещение Господне. Икона преподобного Серафима Саровского Стала очень яркой, Заблестела, как бы смазанное маслом. У иконы мученика Авраамия Болгарского Фон сменился с темно-коричневого На иконе великомученицы Варвары Фон стал ярко-голубым. Происходило мироточение от многих икон, И старых, и вновь написанных. С 2001 года отмечалось мироточение И благоухание от мощей Святого мученика Авраамия. Во время праздничной службы На Вознесении Господне На раке мученика появились Маслянистые капли С необыкновенным ароматом розы. Благоухание разлилось по всей церкви. При снятии маслянистых капель Их количество не уменьшалось, А наоборот увеличивалось. День 25 сентября 2003 года В историческом бытие нашего храма Стал поворотной вехой. В этот солнечный, не по-осеннему теплый день К нам впервые прибыли особые паломники, Криошены, около 30 человек, Священнослужителей, монашествующих, Имириан. Позвала их в путь Жажда молитвенного духовного единения С небесным покровителем, Мучеником Авраамию, Духовными этническими потомками, Которого они и являются. Поразительно, что Господь Сам отметил величие совершенного. За 10 дней до этого дня Обильно замироточила икону Спасителя. В самый же день приезда Замироточил образ Архангела Михаила, Находящийся у раки с мощами Мученика Авраамия, Что для всех явилось Явным, зримым свидетельством Особого благословения Божьего. Криошенными паломниками Была отслужена литургия На родном языке Мученика Авраамия. Самообновление икон Происходило и в доме настоятеля Храма отца Владимира Головина. После службы настояния Марией Египетской Словно луч солнца Заиграл на иконе Живоносный источник И вся она как бы засветилась. Вскоре очень заметно Стала обновляться Венчальная икона Иверской Божьей Матери. Икона старинная, Серебряная. Сначала посветлело серебро, Затем нимб стал отливать Голубым цветом. Постепенно иконы Обновлялись по всему дому. По этой иконе Вверх-вниз Вверх-вниз Пробежали такие цветные Радужные молнии. И она стала очень Сразу блестящей. То есть мы сначала подумали, Что это было солнце. Но солнца тогда уже не было. Она стала очень блестящей, Очень интересной. И потом она постепенно Стала обновляться. Она Обновлялась Темнота с нее, Вот эта вот темная, Как бы начала уходить в стороны. И икона выходила как бы изнутри. И она начала светлеть. Стала очень ярко. Еще у нас обновилось тоже Несколько икон. И среди них обновился Вот этот вот интересный Маленький крест. Этот крест стал обновляться Снизу. Он был довольно-таки темный. Он начал обновляться Снизу и обновлялся Несколько лет. Вот за один год Он обновился приблизительно Вот до этого места. Потом вот выше, выше, выше. А потом Мы заметили, что на этом кресте Появился вот такой Как бы масляный налет. И вот на обратной стороне креста Очень хорошо заметны Вот такие вот потеки. Вот это масло мы не трогали. Оно застыло. И сейчас этот сам крест Как бы в таком вот Тягучем Масле. Волна обновления Прошла по домашним иконам Верующих Всего города Болгора. Я подхожу, смотрю Потеки Я взяла ваточку Думаю, что же это такое Потом смотрю, значит, один Ручеечек идет Второй ручеечек идет Думаю Потом посмотрела Вот на эту иконочку Она бумажная Я ее привезла из Москвы И у меня на ней тоже Вот есть потеки Вот И она тоже мироточила Эту икону И еще одна иконочка Мироточила Три Мироточили иконочки И на это очень много было всего Мы подошли Я, значит, позвонила всем Помазали смысл этого всего Батюшка сообщила Всем сообщила Потом, значит, позвонила Знакомому корреспонденту Сказал Вот в Ульяновск Позвонила Вот своей, значит, Это подруге Гориновой Валентина Семеновна Они все приехали И сняли Все Они видели сами Все сняли Такое вот произошло В моем доме Вскоре После начала Самообновления Мироточения В нашем храме К ващам Святого Мученика Авраами Стали приезжать Паломники Для поклонения Сначала Это были Небольшие Разрозненные Группы людей Теперь Количество Приезжающих С каждым годом Растет В 2003 Году Общее количество Паломников Составило около Двух тысяч человек В 2003 Году Около Трех с половиной Тысяч человек В 2006 Году Наш храм Посетило Более Десяти тысяч человек Люди Едут И отдельно И организованными Группами Из разных Городов И сел Многие Обливаясь водой Святого колодца Прикладываясь К раки Со святыми мощами Молитвенно Обращаясь К святому Угоднику Божьему Укрепляются Душевно Телесно Получают Помощь От мученика Авраамия Поездки Многих Паломников Становятся Регулярными Таким Образом В святоавраамевскую Семью Вливаются Новые люди Поцерковляясь Начиная Молиться Люди Получают Реальную Помощь От Господа Мы 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 Своей Воскресную Воскресенье Сюда Сюда В это Места На протяжении Семьи С небольшим Лет Мы Приезжаем Сюда И уже Даже Не имеем Представления О том Как мы Можем жить Вообще Без Болгара Без Ощущается Практически Везде Во всей Нашей Жизни Семейной Это И в Семейном Нашем Счастье В Семейном Благополучии В Торговле В Работе В нашей То есть Я Занимаюсь Торговлей На рынке А как Известно Мученик Авраами Я Я Я Я Я Покровитель Торгующих Поэтому Бывают Такие Моменты Конечно Это Торгующих Кто знает Кто Работает На рынке Бывают Такие моменты Ну как Такая Скорбь Какая Неопределенность Ну Возьмешь Такую Иконку Помолишься И как То все Проходит Само собой И Вроде Все Как Стоит Опять На Свои Места Очень Большая Помощь Идет От Мученика Стававра Даже Приедешь В храм Просто Подойдешь Прикоснешься Приложишься К мощам Его И то Сразу Как То Совершенно Другое Ощущение Совершенно Другая Атмосфера Совершенно Другое Даже В душе Как Состояние Совершенно Другое Происходит Я всегда Говорю Господи Благодарю Тебя За то Что Есть Такое Место Куда Мы Можем Приехать Где Где Нас Всегда Поймут Куда Всегда Тянет Душа Господи Благодарю Тебя За все Спасибо Тебе Господи За все Растет Количество Православных Перебравшихся На постоянное Жительство Болгар Для служения Богу Церкви И людям Все Началось С того Что Мы Узнали Про Батюшку Живущим В Болгарх И Мы Решили Поехать Потому Что У нас Соложились Такие Семейные Обстоятельства Вот Внуждающие Поехать К нему С вопросом Когда Мы Поехали Очень Нас Все Порадовало Все Было Приятно Глазу Общение Все Лица Были Добрые И После Батюшки Он Нас Благословил Переехать В Болгар Жить И Первое Состояние Было Почему Из города Уезжать В деревню Как-то Не Не знаю Что-то Было Такое Решиться Было Такое Тяжело Отталкивало Это Все Но Смирившись С этим Повинуясь Воль Божией Мы Решили Переехать И Обосноваться Здесь И Так получилось Мы Продали Квартиру Переехали И И У нас Сейчас Все Складывается Все Замечательно Живем Значит Прожив Два Года Батюшка Благословил На Семейную Жизнь Меня Вот Год Как мы С женой Живем У нас Есть Ребенок Когда мы Переехали Сюда Люди Жизнь Получилась Уже Все Устроенное Все Появилось Все Как По Благословению Все Все Приложилось К этому Господь Услышал Меня Батюшка Благословил Меня Сейчас Я Тружусь В храме Благословил На На Служение В Просфорной Я Пеку Просфор Для Храма Еще Выполняю Одну Работу Которую Тоже Читаю Большим Очень Делом Чтением Псалтыри Не Все Конечно И Сейчас Гладко Бывают Сложности Трудности Жизнь Не бывает Без шероховатости Я Прекрасно Понимаю Но Думаю Что Как я Смогла Могла Жить Раньше Не зная Бога Гораздо Все легче Пережить И перенести Положись Положись На все На Возложи Все на Господа Положиться Вот на Его волю Жить Вот так Вот Мне это Очень Нравится Вот эта Вот жизнь Такая Ну Теперь Вот сейчас Мы имеем Я думаю Может быть Многие Посчитают Что это Не так Важно Но для меня Это важно Очень Вот То что я Сейчас Приобрела Я считаю Что это Наверное Главная Жизнь По благословению Правящего Архиерея Настоятель Свято-Аврамевской Церкви Протерей Владимир Головин Проводит Духовные Беседы Со всеми Желающими После Богослужения По пятницам Субботам И воскресеньям Что нам Важно Сейчас Вот Сейчас Мы с вами Будем участвовать В том Что называем Частное Общение Личностное Общение Друг с другом Церковь Православная Опыт Вот такого Тайноводства Знает Всегда Например В древних Монастырях Известно Были Духовники Которые Не были Даже Священниками Но Которые Ходили На дух Для Духовного Общения Смысл Это общение В чем В том Чтобы Увидеть Волю Божию Узнать Ее И поступать В соответствии С волей Божией Не просто По человеческому Му Но по воле Божьей И это То главное Для чем Приходим В церковь Вообще Узнать Волю Божию В соответствии С этим знанием Действовать И поступать Вообще В жизни Христианина Это должно Быть Главным В салтыре Кто читал Наверное Встречает Слава пророка Давида говорит Седмижды Хвалих Имя Твое В день Вот Поучение Законе Твоем Паче Меда Сотвустом Моим Еще он говорит Вот В непрестанном Поучении Закона Божьей Пребывая Тем Организовать Свои мысли Свой ум Учить Уже вместе С умом Свою волю По воле Божьей Поступать По заповедям Божьим И третье Через это Формировать Правильно Свои чувства Вот тот Путь Который Удет Православный Христианин Мы часто Как-то делаем Кстати Жизнь наоборот Мы чаще Живем Не по уму И даже Не по чувствам А по привычкам Сломанной В грехе Воли С которыми Давно Чувства Сроднились Срослись И вот так Поступаем Противовес Например Доводам Разума Скажем А нам Вот так Действовать И сегодня У нас с вами Главная цель Вот какова Узнать волю Божью Узнать волю Божью О нас О тех проблемах У нас есть И с помощью Божьей По стремиться По воле Божьей Поступать Жительствовать Действовать Каждый входящий В храм Обязательно посещает Иконную лавку Радостно Что в апреле 2006 года Было обустроено Новое просторное Помещение Благодаря чему Пришедших сюда Появилась возможность Внимательно Не торопясь Рассмотреть все Что в ней Предлагается Выбрать Нужную вещь Здесь же Кроме обычных треб Все желающие Могут заказать Молитвенные поминовения Как о здравии Так и упокоении При чтении Неусыпаемой псалтири На год и вечный А также Специально читаемых Акафистов В различных обстоятельствах Церковь начинается В первую очередь С иконной лавки Приходят люди Приходят Приезжают люди Совершенно Не ворцаковленные Люди Которые знают О церкви Только понаслышке Приходится Объяснять Учить людей Молиться Предлагаем Молитвословы Предлагаем Акафисты Которые Сами делаем Сами печатаем Приходится Очень много Самим Печатать Предлагаем Иконы Человек Вперед Заказывает Акафист Кому-то Нужно Молиться Какому-то Святому Предлагаешь Образ Этого Святого Предлагаешь Молитву Оказывается Человек И не знает Что даже Начало Каких Молитв Это значит Предлагаешь Молитвослов У нас В первую очередь Батюшка Очень строго Контролирует Поступление Книг Потому что Сейчас Очень много Печатают Литературы Вроде бы Православные А если Вникнуть То Далеко Не православные Поэтому Батюшка Очень строго Отбор Книг ведет Книги Советует Брать Обязательно Тех Великих Святых Которые Уже Проверены Веками Поэтому Очень тщательно Книги Отбираем Книги нам поступают Прямо С Москвы С издательства Очень хорошо Недорогие В основном Сейчас Очень дорогие Книги А нам Слава Бог Господь Посылает Можно взять Не очень дорого Очень хорошо Идут Детские книги Детские Молитвословы Быстрее всего Разбирается Вот именно Детская литература Люди Стремятся Своим детям Прилить Любовь К Господу Чтобы люди Познали Дети Познали Господа По благословению Правящего Архиерея Общественные Богослужения В нашем Храме Совершаются Каждую Среду Пятницу Субботу И Воскресенье А также В праздники И чтимые дни Особое Значение При общественном Богослужении Уделяется Чтению Канона Который Чаще всего Читается Служащим Священником Среди Храма Благодаря Чему Ярче Переживается Значимость Дня По пятницам Многодневные Посты Совершается Таинство Соборования Вне постов Специальный Молебен Над болящими С помазанным Елеем От лампад Что у мощей Мученика Аврамия И местночтимой Иконы Великомученика Целителя Пантелеймона Написанная Являются Богослужения Для детей В последнее Воскресенье Августа Для благословения На новый Учебный Год И 8 Января Рождественская Литургия После которой Совершается Праздничный Концерт Викторина И раздача Подарков Детей Бывает Около Четырехсот Из них Причащающихся Более Двухсот 2003 Год Стал Для Свято-Авравимской Церковной Семьи Временем Углубления Соборной Молитвы Начиная С Великого Поста Наш Храм Стал Неусыпным Духовным Стражем Денно-ночным Молитвенником За всех И за вся Это выразилось В чтении Неусыпаемой Псалтири При котором Поминаются Живые И усопшие Таким образом Занимаемся Ли мы Обычными Делами Работаем Ли на Производстве Учимся Ли в учебном Заведении Отдыхаем Ли во время Ночного Сна Ни на минуту Не замолкает Молитву Матери Церкви День и ночь Не прерываясь Неиссякаемо Льется она В нашем Храме Перед Престолом Всевышнего У мощи Небесного Покровителя Святого Мученика Авраамия Горит Неугасимая Лампада Неусыпно Читается Псалтирь Низводя От Господа На город Болгар На всех О ком Совершается Поминовение Благодать Божьей Милости Нету Рати Лицатый Год Отрак Твое Год Я Ко Скоро Услыши Мя Бонми Душей Мой Избавию Враг Моих Ради Избави Мя Ты Бой Веси Поношение Мое Истут Мой Исрамот Мой Перед Тобой Силь Оскорбляющий Мя Поношение Чающая Душа Моя И Страсть И Жда Оскорбящего И небе Утешающих 24 сентября 2004 года Началось чтение Акафистов При Неусыпаемой Псалтире На которых Поминаются Те Кто Нуждаются В помощи В различных Обстоятельствах Таким Образом Появилась Возможность Даже Будучи Вне Храма Читать Тот же Акафист Каким Молится В этот День И час Церковь Это Объединенное Нуждой Временем Едиными Словами И чувствами Молитва Является Молитвой По соглашению О силе Которой Так сказано Христом Спасителем Истинно Говорю Вам Что Если Двое Из Вас Согласятся На земле Просить О всяком Деле То Чего Бы Не Попросили Будет Им Ибо Где Двое Или Трое Во имя Мое Там И Я Среди Них Спросили Одного Великого Святого Отца Иоанн Златоуста И он Сказал То Что Его Спрашивают Добро Ли Есть Оставить Псалтирь Он же Речи У Не Солнце Представить Отечения Своего Нежели Оставить Псалтирь Вельми Бо Есть Полезно Еже Поучайте Псалмон И Прочитайте Прилежно Псалтирь Это Говорит О том Что Никогда Чтение Псалтиря Не Прекратится Даже Солнце Прекратит Своё Существование Луна И звезды Сойдут С небес Псалтирь Будет Воспеваться И Царство Небесное Имеются Свидетельства От людей О дарованных Милостях Божьих Воздоровление От болезни Причтение Акафиста Великомученику Целителю Пантелеимону Благополучном Разрешении Сложных Жизненных Ситуаций А также Избавление От тюремного Заключения Причтение Акафиста Святителю Николаю Решение Проблем С детьми Причтение Акафиста По крову Божьей Матери Спасение От жестоких Пороков Пьянства Наркомании Причтение Акафиста Божьей Матери Неупиваемая Чаша И взыскание Погибших Особо Поражают Факты Создания Православных Семей Причтение Акафиста Ангелу-Хранителю И дарование Долгожданного Дитя При бесплодии Причтение Акафиста Божьей Матери Нечаянная Радость В церковном Опыте Трапеза Как древнехристианская Агапа Трапеза Любви Является Прямым Продолжением Богослужения Как у причастия Верующие Собираются За одной Чашей Так и за Трапезой За одним Общим Столом Главным Во время Трапезы В нашем Храме Конечно Является Духовное Общение Здесь же Соборно Обсуждаются Насущные Вопросы Церковного Делания За трапезой Довершается То родство Душ Которое Начинается У святой Чаши Поэтому Строительство И обустройство Трапезной Осуществлялось В первую Очередь При храме Действуют Димние И летние Трапезные Летние Трапезные Открытые В мае 2006 Года Очень вместительна И может Принять Более 120 Человек Стараниями Трудящихся Здесь Приготавливаются Вкусные Обеды В соответствии С уставом Церкви Деятельность Трапезной Обширна Это обеды Для паломников Поминальные Обеды А также Празднование Венчаний Дней Ангела Церковных Торжеств Мы Готовим Здесь Пищу Для паломников К нам Очень много Паломников Приезжает Где-то 100-120 Само У нас Бывает Где-то 65-70 Вот у нас Вчера Такой день Был Поминание Зусопших Поминки Здесь мы Вчера делали Мы где-то Накормили Наверное 72 человека Почитали Вот А сегодня У нас Воскресный Праздник Сегодня у нас Двойной Праздник Воскресенье И Сергея Радонежского У нас сегодня Диакону День Ангела И водителю Сергея День Ангела Который Паломников Привозит И вот мы Сегодня Готовимся Стол Их угощать Отец Владимир Не стоять И придет Будет поздравлять Будет беседовать На духовную тему Паломники Будут вопросы Задавать Батюшка Будет отвечать Потом Сегодня же У нас Еще здесь Воскресная школа Находится Мы в первую очередь Кормим Воскресную школу У нас В прошлое воскресенье Было 18 человек А сегодня Мы накрыли На 30 человек Когда они Отрапезничают Уже приходят Паломники Мы их Начинаем Кормиться Праздники Мы отмечаем Здесь С паломниками Вместе У нас батюшка Всех Под одно крыло Собирает Всех И Прихожане Нашего Болгара Приходят сюда Так что Мы всех Кормим Всех Кто приходит Мы всех Кормим Приезжающие Паломники В любое время Суток Могут здесь Подкрепить Свои силы Отдохнуть Покушать Попить Чай В Болгарии Я попала Случайно Мы из Больших Ключиш Сначала Я была Одна Потом Постепенно Мы стали Организовывать Поездки Мы конечно Мы очень рады Что мы сюда Попали Мы удивляемся Сколько сил Дает Бог Людям Больше всего Мы удивляемся Отца Владимира Сколько он берет Столько силы Энергии На нас Он тратит И каждый раз Удивляемся Как только Заходим Трапезу Мы уезжаем С утра Пораньше Кто просто На беседу А есть люди Которые Для причастия Поэтому они Утром На голодный Желудок И вот Мы всегда Удивляемся Как встречают Здесь людей Такие добрые Все И вот всегда Какое бы время Не было Пост Не пост У них всегда Такие вкусные Блюда Что первое Что второе А люди Здесь Какие добрые Вот в любое время Двенадцать Час Три часа Ночи Накормили И еще стараются Чтоб осталось Чтоб мы еще Смогли посидеть Побеседовать Вместе Да еще попить чайку Большое Всем спасибо Дай Бог Всем здоровья Чтобы подольше Нас радовали Встречали В марте 2001 года Начала издаваться Приходская газета Православное слово Которая Выполняет Духовно-просветительскую Функцию Чему и подчинено Основное содержание Газеты Православное слово Призвано Выполнить Тот пробел Христианского Общения Который может И должен быть И вне храмовых стен Кроме того Для людей Еще не осознавших Свою православность Газета Является тропой К храму И к Богу Для тех же Кто заблудился В ересях Сектах Сатанизме Это живой голос Матери Церкви Зовущий своих Заблудших детей К вечной жизни К вечной радости И вечному покою Материалы газеты Разнообразны И призваны Охватить широкий Круг людей Стремящихся Устроить свою жизнь Православно Легко сказать Но как Это воплотить В жизнь Примерами жизни По заповедям Божьим Конечно Являются Жития святых А также Примеры Современной Нам жизни Когда люди Приходят К познанию Бога Через скорби Или Через обстоятельства Жизни А иногда И благодаря Чуду Очень важными Являются Многие рубрики Доходчиво И правдиво Раскрывающие Православную Истину И опыт спасения В нашей газете Есть много Рубрик И мы Рассчитываем Наше издание На широкий Круг читателей Для того Чтобы каждый Нашел Какую-то Струнка В душе Каждого человека Была затронута Не просто Дать информацию Загрузить человека А именно Заинтересовать его Дать ему Путевку В новую В духовную Жизнь Через Какое-то Интересующее Его дело Кто-то Открывает Последнюю Страничку Поздравления Календарь Церковный Благослужения Кто-то Открывает Жития Святых Кто-то Открывает Еще что-то Каждый Находит Для себя Интересное Был Соблазн Скособочить Был Соблазн Однотипную Информацию Давать Но Слава Богу Мы Это Прошли И Мы Теперь Являем Стоим На пороге Чего-то Нового Мы Даем Информацию Для Людей Для Того Чтобы Они Разрешили Свои Недумения Или Проблемы Какие-то Духовные Над Выпуском Газеты Работают Творческие Люди Все Больше Участие В ее Создании Принимают Не только Болгарцы Но и Наши братья и сестры С других мест За видимыми строками Стоит их Ответственный Не для всех Видимый Но благословляемый Господом И спасительный Для людей Труд Газету Православное Слово Я читаю Вот уже год В прошлый год Видим Болгар Я Вначале Не совсем Оценила ее К сожалению А потом Поняла Что эта газета Она не очень Навязчивая Но она нам Нужна И Мне конкретно Человеку работающему В паломнической службе Города Тольятти В Радонеже Она просто Необходима Потому что Я часто езжу В разных направлениях С разной категорией людей Это бывает Публика подготовленная Бывают люди Выцерковленные И эта газета Мне помогает Вот к этому уровню Как-то Приблизить себя Наверное Может быть Или сориентировать себя В отношении Той работы Которую я провожу Подготовка К каким-то праздникам Несколько строк О празднике Петра и Павла Например Праздновали Петра и Павла Или о Благовещении Или о Рождестве Христовом Но потом Еще конечно Газета интересна тем Что от нее Какая-то вот Знаете Молодость такая Исходит Может быть потому Что я человек Уже в возрасте Мне нравится Что там Есть и детский уголок И Публикации Людей Совсем молодых Мне нравится То что И редактор Тоже очень молодая Юная совсем Еще женщина Вот То есть Какая-то за год За год Эта газета Стала мне Родной Необходимой И последний номер Я открыла А там написано Есть такая небольшая статья Еще не открыла Только Только взяла эту газету Там написано Такая газета Нужна видеть Вот я считаю Что вот Этим все и сказано Немало людей Для которых Православное слово Стало и христианским общением И дорогой Ведущей к церкви Спасению И предостережением Девочки Можно? Да Можно Здравствуйте 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 Почта Приехала Очень приятно Хорошо Нравится вам газета Газета нам нравится Вот именно тут Всякие такие Вот Про какой-то праздник Описано Про какую-то икону Мы же сейчас работаем Церковь приходит Вот куда мы знаем А вот газеты почитали И вот прям там Ну Таким Нормальным Выходчивым языком Тут так все описано Там поэтому очень нравится Поэтому мы всегда берем Читаем Я даже никуда не складываюсь Стопочкой Мне все хранятся В одной газеточке Вот С 2004 года Газета Православное слово Введено в общий реестр Православных Периодических изданий Русской православной церкви В следующем году Увеличился тираж С 2006 года Газета распространяется По районной почтовой подписке Тогда же В 2001 году Вместе с первым выпуском Православного слова Открылась Приходская церковная библиотека Книги были собраны Благодаря активному участию Православных болгарцев И приезжающих паломников Несмотря на финансовые затруднения Связанные со строительством И благоустройством храма Церковный совет Регулярно выделяет средства На приобретение необходимой литературы В настоящее время Книжный фонд Насчитывает более 2000 экземпляров Выбор по разделам Достаточно широкий Священное писание На современном русском И церковно-славянском языках Творение святых отцов Мольтвословы и Акафисты Жития святых Основы православной веры История церкви и Отечества И другие Также выписываются Периодические издания Вниманию читателей Предоставляется широкий выбор Аудиокассет Церковные песнопения Народные духовные пени Беседы, лекции Видеокассеты А также CD и DVD диски Читательский состав разнообразен Школьники Работающие Пенсионеры В последнее время Читателями библиотеки Все чаще становятся Приезжающие в наш храм Паломники Из других городов И областей Воскресная школа Святоаврамевской церкви Первый шаг В духовном православном Обучении и воспитании детей В учебный курс Входят такие предметы Как основы веры Ветхий завет Новый завет Основа церковно-славянского языка Общая история церкви Основа догматического богословия Литургика и другие Ребятишек стало ходить Сначала немного Начинали где-то человек с семьи Потом 12 Потом 13 А потом 20 И до 50 человек За этот год к нам Переходило на уроки В воскресную школу Было правда так Что одни ребятишки Приходили и задерживались Другие приходили и уходили И к концу года У нас образовался костяк То есть постоянный состав детей И вот мне запомнились Врезались так в душу слова батюшки Когда он говорил Если хотя бы одну душу спасем Ради одного будем работать И то перед Господом И этот труд важен В июне 2005 года состоялся первый выпуск Ребята, прошедшие пятилетний курс обучения Получили дипломы У меня в воскресную школу ходили Уже закончили двое детей Они отучились к ней пять лет Я очень благодарна Господу Что Он привел моих детей в воскресную школу И благодарна всем людям Которые именно приняли участие В их воспитании В их учении Я считаю, что для нас родителей Вот для меня лично Это очень большая помощь Потому что одни родители Не в состоянии воспитать сейчас своих детей И привести их к Богу Я думаю, что то, что они закончили воскресную школу Это будет им помощь Спасение на всю оставшуюся жизнь Кроме изучаемых дисциплин Воскресята принимают участие В особо важных празднествах Чтение стихов Хоровое исполнение духовных песнопений Стали неотъемлемой частью их церковной жизни Жизнь победила Смерть отступила Церковь живет Славьте Иисуса, Божий народ Славьте Иисуса, Божий народ Здесь говорят о том, что можно делать, а что нет Здесь проводятся разные праздники Здесь мы выступаем Мне нравится, что тут работает моя мама Интересно очень все делает Мне нравится, как поют молитвы Нас всему учат И нам, Галина Сергеевна, рассказывает Всякие истории Доброй традицией стало совершение в летние каникулы Паломнических поездок по святым местам и походов Поначалу почти все учащиеся приходили просто на уроки Затем некоторые из них стали принимать участие в богослужении Девочки на хору, мальчики в служении алтаря На сегодняшний день занятие проходит в двух группах Младшей и старшей Общее количество занимающихся около 40 детей Воспитанники младшей группы с удовольствием занимаются также прикладным творчеством Изготавливая разнообразные поделки своими руками Мы с моей женой познакомились в храме Ходя в воскресную школу По богословам батюшке венчались Сейчас живем вместе У нас есть дочка И сейчас я несу такое служение в храме в качестве алтарника Со мной в храм приходит моя дочка Ей 6 лет И мы записались в воскресную школу Ходит она в воскресную школу с удовольствием Готовится заранее к этому дню Благодарна тем людям, которые обучают наших детей в воскресной школе Учителям, всем людям, которые работают в этом храме Очень благодарна тем людям, которые помогают в материальном плане Привозят и сладости, и различные принадлежности для обучения их в воскресной школе В ноябре 2004 года была организована благотворительная служба Для нее оборудовали помещения Сделали стеллажи, вешалки Завели журналы для регистрации заявлений и отпуска вещей Помня учение Христова о том, что блаженны милостивы И блаженнее давать, нежели брать Люди жертвуют хорошие, добротные вещи Для многих контакт со службой благотворительности стал регулярным Построили вот здесь помещение, в котором сейчас мы находимся Здесь очень удобно, очень хорошо Здесь есть отдел новых вещей Есть отдел очень хороших вещей, поношенных, но очень хорошие Вот, теперь народу здесь стало намного больше Здесь у нас примерчно уже есть вот зеркало Там в отделах можно переодеться Вот, нам стали такие вещи давать, как свадебное платье Стали нам жертвовать по заказу детские коляски Потом у нас стали просить мебель Но ждать стали мебели Первым мы привезли мебель, это по горельцам Здесь сгорела полностью семья Им организация дала кровь, наше жилье А мы им привезли мебель, мебель полностью там Было много слов благодарности за то, что у нас такая служба Услышав о нашей службе благотворительности, стали включаться деревни Первые вообще приехали издалека, из Алексеевского района Две женщины очень бедные и многосемейные У них по шесть детей И когда они брали вещи, несмотря ни разбирая, хорошие, плохие Они их просто складывали в мешки Я говорила, да хотите вы посмотрите, какие вещи Может они не модные А они говорят, нам, у нас мы не понимаем не модных Нам лишь то было бы носить И как они плакали, как они благодарили Стали приходить к нам из приюта Из приюта, например, нам прям заказывали обувь, какую нужна, размер давали В этом году мы одели из приюта девочек Они уже окончили, собирались домой В выпускной у них был Пришла женщина, вот недавно буквально, из креационной школы Она тоже сказала, вот можно я буду приводить к вам понемногу детей Мы говорим, конечно, можно, приводите Потому что у нас в школе нету, сейчас одежду не дают Я говорю, приводите, мы вас оденем Конечно, оденем, без всяких слов За полтора года существования службы Произведено более двух тысяч выдач необходимых вещей Начиная с одежды и заканчивая мебелью Кроме болгарцев, помощь оказывалась нуждающимся из других районов Были высланы вещи для заключенных До недавнего времени мы служили в этом храме Теперь у нас открывается свой приход У нас четверо детей И в прямом смысле одежда на детей горит Особенно обувь Благодаря службе благотворительности мы приобрели здесь и одежду Верхнюю и Зимнюю Отдели детей к школе, приобрели обувь Даже одели сами Для нас служба благотворительности это большой подспорье Сколько слов благодарности сказано в адрес людей, пожертвовавших вещи Сколько произнесено теплых молитв и благословений всем, кто обмыслил и осуществил организацию такой нужной службы Приезжаю в Бугаровскую церковь с Алексеевского района, с село Янкино Мне было очень тяжело Ну правда батюшка, дай бог здоровья ему, помогает и помогал Вот, и продуктами, и деньгами, и вещами Дети, у меня шесть детей разного возраста Я могу здесь на всех подобрать, и на мужа могу подобрать У нас там работы нет, вот пришлось так вот Жить уж тяжело Несмотря на то, что регулярно выдаются нужные людям вещи Рука дающего не оскудевает, как засвидетельствовал наш Спаситель У службы благотворительности имеется возможность помочь любому просящему На складе имеется мужская, женская и детская одежда на любой сезон Детские игрушки, постельные принадлежности, посуда, предметы домашнего обихода, мебель Каждый желающий может стать участником воистину великого и святого дела Без сомнения угодного Богу, а значит и несущего лично вам благословения и благодать Поэтому ждем и жертвователей, и нуждающихся Новым направлением благотворительной деятельности стало создание патронажной службы Взявшей под свою опеку пожилых прихожан храма и инвалидов детства Которые за немощи телесных не всегда могут посещать церковь Праздничные поздравления с Рождеством и Пасхой становятся доброй традицией Внимание, теплое общение, небольшие подарки весьма важны для таких людей Все это помогает, по их словам, более полному переживанию православных праздников Осознание того, что ты не забыт, служит для многих большой духовной поддержкой В сентябре 2000 года по многочисленным просьбам прихожан храма Начала действовать паломническая служба Около 500 человек посетили святые места Верующие имеют возможность побывать в святых местах, куда регулярно организуются поездки Это так далеко и когда-то давно Жил привудный и опытный старец Он всегда говорил, не пристанно твердил Слава Богу за скорбь и зародай Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и зародай Особо памятно паломничество во Владимир, место многовекового покоения останков святого мученика Авраамия в 2005 году В связи с 775-летием перенесения его святых мощей из Болгар во Владимир Полученный в паломнических поездках духовный опыт соприкосновения со святынями Останется в душе каждого на всю жизнь Помогая укрепляться в вере и молитвенном устроении Апостольство, миссионерское свидетельство Божьей истины – неотъемлемая характеристика Церкви Христовой И наш храм, естественно, не может являться исключением Это выражается прежде всего в ходе богослужения Внятно, неторопливо совершаемые молитвословия Устная проповедь, звучащая за каждой воскресной и праздничной литургией А также при каждом, без исключения, крещении, венчании, отпевании Конечно, это и письменное слово проповеди через приходскую газету, деятельность библиотеки Из библиотечного фонда регулярно передается духовная литература В Центральную детскую школьную библиотеки, детский приют, а также библиотеки других церквей Спасского района Постоянно устраиваются лектории на духовно-нравственные темы в школах, профессиональном лицее номер 73, детском приюте, центральной библиотеке, в первую очередь для подростков и молодежи На протяжении многих лет неизменно большой популярностью пользуются рождественские елки для детей Евангельские беседы, христианские вечера общения, проводимые в течение ряда лет настоятелем церкви Отцом Владимиром Переросли в еженедельное миссионерское служение с паломниками и духовно ищущими людьми Совершенно особой страницей в миссионерском делании стали пасхальные и рождественские концерты Наша церковь объединила лучшие силы общественности города в этом святом деле Переполненный зал районного дома культуры, стоя аплодирующий выступающим, лучшие свидетельства востребованности такой формы проповеди ПЕСНЯ Я бы сказал так, у нас церковная семья. Семья, в которой все переживают себя внутренне, духовно, родными, пережить вместе праздник, молитвы, причастие в христовых тайн, общей трапезы, обсудить наши текущие церковные дела, жертвенно, самозабвенно отдаться на служение Господу, вместе подумать, что можем еще мы сделать для Господа, для нашего мученика. Это вот характерно. Очень радует то, что у нас, хотя становление семьи церкви, оно происходило не просто, во многом болезненно. Первое время были люди, которые, ну кто, в 80-е годы, в основном неграмотные старушечки, которые уже и рождены-то были в безбожное время, воспитывали, жили, поэтому особенности их характера, поведения, как мне сказать, оставляли желать лучшего. Были и проблемки, неприятности в церкви. Теперь другие люди, церковленные, новые, искренне желающие служить Господу. Поэтому, что еще характеристика нашей церкви, вот ее духовность вставляющая в том, что у нас семья спаянная, дружная, у нас не бывает каких-то конфликтов, вражды, злобы, и что-то такое враг искушает, это быстро гасится. Причем всеми, все стремятся, скажем, дух мира, дух любви, творчества, свидательный дух. Вот и поэтому, и поэтому, думаю, поэтому Господь и поэтому тоже помогает нам, родеет о нашей церкви, и поэтому наш мучник своими молитвами создает ее. И спрашивая благословения Всевышнего на те благие начинания, которые мыслится осуществить, просим всех своей молитвой приблизить воплощение этих планов жизнь. С молитвой и надеждой, верой и усердием будем трудиться во славу Божью. Помни наш долг перед Богом, Его Церковью, своей совестью, нашими ближними. Укрепи всех нас, милостивый Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok